Сложная ситуация 2 в 4, когда противники заняли б-плент, а в твоих руках лишь фамас, дым и флешка. Где-то в дыму был вражеский авик, нужно с ним разобраться, чтобы в дальнейшем он не мешал при ретейке. По рандоме в дым я оставляю достаточно патронов для одного фрага, нужно дождаться пока дым рассеется. С АВП шансов забрать раунд будет побольше, теперь нужно прочекать по джим кт. Чисто, но играть я буду с девятки, откину флеш, чтобы у меня появилась возможность проверить позиции. Итак, я владею информацией по всем врагам, один в пленту, второй в б-мейне и третий поджимает, нужно с ним разобраться. Чёрт, заиграл 10-секундный отчёт, похоже я не успеваю. Я убил всех врагов, но к сожалению этого недостаточно, чтобы выиграть раунд. У меня нет китов и это гг. Спонсор данного ролика игра Raid Shadow Legends. Raid это RPG в жанре тёмное фэнтези и прямо сейчас Raid проводит особенное мероприятие, где вы можете получить особого героя. Симпл работал с командой Raid, чтобы помочь спроектировать своего героя с нуля, от фракции которой он принадлежал, его дизайны, его оружия и его навыков. И в результате получается потрясающий герой, чтобы его получить нужно войти в систему на 7 дней с настоящего момента, до 28 января. И вы получите героя Симпл на 7 день. У Raid тона героев, сейчас их более 600, все эти герои происходят из уникальных фракций, каждая со своей историей в мире Теллерии. И если этого недостаточно, в игре множество режимов и в этом месяце Raid выпускает самого большого и сложного босса в истории, Гидру. Это гигантский многоголовый зверь, где каждая голова со своими уникальными механиками и навыками. Кроме того, игра выкатит праздничные ивенты со специальными событиями и турнирами. Прямо сейчас переходи в описании под видео или сканируй QR-код, качай рейд только по моим ссылкам. И в качестве нового игрока получи 1 древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбу пополнения энергии, а также крутого эпического героя Айну в качестве бонуса. Очередная ситуация. Двое против пяти. Бомба еще не установлена, поэтому шанс на победу есть. Разобравшись с двумя на лангу, я сразу же иду занимать его и также ожидаю врага на шорту. Ситуация стала 1 в 3. Убедившись, что на лангу чисто, я меняю девайсы и иду встречать врагов на шорту. Убив Зигу, я заметил трассер Смеда и сразу же понял, что остальные два игрока идут на Б. Я решаю залезть на ящик и спрыгнуть, сыграв на неожиданности. Получив флешку в лицо и не умерев после ее взрыва, так как он не пикнул под нее, я понимаю, что он испугался и это было флеш на отход. Увидев второго врага на просвете, я чекаю окно. Также я не вижу ног врага за машиной и его нет в упоре, возможно он на конструкции. Убедившись, что там никого нет и услышав летящий молик, я понимаю, что это тот микро-момент, когда нужно врываться в окно. Он выиграл этот раунд, я это говорил на стриме, он выиграл этот раунд. Делать спрей-трансфер было рискованно в данной ситуации, но я уверен в своей стрельбе. То, что враг бежит пушить, я услышал в последний момент. Немного удачи и прямые руки, одно очко. Кривые глобалы, ноль. Осталось только закомбечить. Ситуация на вертига, я с друзьями договорился, что сделаю эйс, стреляя вантапами. Выходя в мид, я ожидаю пуша врагов. Увидев второго, я начинаю его пушить, но он оказался чуточку умнее и откинул флеш, но я успеваю от него вернуться и готов его вантапить. Так, похоже у нас с мистером Мускулом началась война за фраги. Так как я только что убил двоих игроков в миду, я уверен, что лишь один игрок остался на Б. Поэтому я решаю пойти на точку А, чтобы сделать хотя бы квадро, пока Мускул воюет один в один. Черт, это был не вантап, ну хотя бы было красиво, и я как минимум не ошибся, что пошел на А. Думаю, последний будет на рампе.